Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать от имени Государственного музейно-выставочного центра Росизо. Те, кто регулярно бывают в музее-заповеднике Царицыно, уже, наверное, запомнили, что несколько лет подряд, в начале лета, здесь бывает выставка, которая называется «Семья душа России». Выставка приурочена к празднику в честь святых Петра и Феврония. Давайте с вами начнем осмотр выставки с самого начала, а именно с музейной экспозиции. В этом году наша экспозиция разделена на две части. Одна посвящена именно войне и событиям военного времени и драматическим событиям нашего времени, другая посвящена счастью мирной жизни. И цветовое решение зала соответствует этой идее. С одной стороны, на темных стенах у нас картины, посвященные периоду войны, и на светлой стороне у нас картины про мирную жизнь. А в центре полиптик Петра Осовского «Русские матери». Именно она натолкнула нас на идею выставки, потому что здесь именно в одном произведении собраны и картины, посвященные счастью мастеринства простой русской женщины, и тем драматическим событиям, которые привезла в ее судьбу война. Также мне бы хотелось обратить ваше внимание на скульптурную композицию Владимира Соскиева. Это замечательный автор, который создал выдающееся совершенно произведение, работа называется «Память отца». И она замечательна не только своей выдающейся пластикой и образным мышлением, но даже самому подходу к фактуре материала. Вот вы видите, она вся такая неровная, как будто обожженная, и это очень соответствует самой теме выставки. Даже если вы посмотрите внимательно, автор оставил швы, которые образуются при отливке скульптуры, не заглаживал их, чтобы еще раз подчеркнуть вот этот драматизм и грубость мироощущения. Пойдемте посмотрим другие работы. Мы не стали строить нашу экспозицию по хронологии. У нас очень маленькое музейное собрание, поэтому нет возможности проследить все перипетии времен Великой Отечественной войны. Мы построили ее по темам. И одной из первых в самом начале этой стены работа Самуила Адлеванкина «Прощание». Самуил Адлеванкин – один из деятелей русского авангарда, но потом, в более поздний период, он работал в кинематографе, и эта небольшая, но очень трогательная, душевная вещь явно несет на себе признаки кинематографизма. Как будто сразу вспоминается известный фильм «Шесть часов вечера после войны». Но тема прощания не только в этой работе. Мы ее видим на большой картине братьев Ткачевых. Картина называется «Прощай, родимый дом». Братья Ткачевы – одни из интереснейших художников, и это, безусловно, одна из лучших их работ. Она замечательна не только своей выверенной, выстроенной, чеканной, я бы сказала, композиции, не только потрясающим контрастом темного и белого, и в этом сияющем свете уходящие фигуры солдат, но и по своему глубокому эмоциональному накалу. Посмотрите на фигуру отца, прижимающий в каком-то иступленном порыве детей к себе, и старший мальчик, который тоже смотрит куда-то вперед между собой невидящим взглядом, как бы предчувствуя весь драматизм дальнейших военных лет. Теме детей, оставшихся в военные годы без отца, посвящены работы Жапского и Зайцева, а эти работы основаны на личных воспоминаниях художников. Например, Алексей Жапский в военные годы в большой многодетной семье остался вместе с матерью без отца. Отец не погиб на войне, буквально в 1940 году накануне он погиб от несчастного случая на производстве. Тем не менее, жизненный подвиг матери, которая смогла в этих условиях поднять и вырастить шестерых детей, навсегда поразил его в самое сердце. Он создал целую большую серию, из которых мы видим две небольшие работы «Хлеб войны» и «Рисуют дети войны». Воспоминаниям военного времени посвящена и работа Зайцева, которая тоже называется «Хлеб войны». Для детей, видимо, это было самое сложное, самое тяжелое период именно в этом отношении. И вот дети, собирающие колоски на поле, изображены на этой замечательной работе. Государственная Третьяковская галерея предоставила для экспонирования на выставке замечательную работу Юрия Пименова «Военный хлеб». Здесь изображена очередь из женщин и детей, стоящих в булочную за хлебом. И так же, как и в предыдущих случаях, это основано на личных воспоминаниях. Примерно в 60-е годы, Юрий Пименов написал замечательную работу «Воспоминания о хлебных карточках». Там изображен уголок мастерской с небольшими зарисовками, и на мольберте стоит вот эта картина. Но на самом деле картина тогда не была написана. Художник вернулся к этой идее примерно через 10 лет, и тогда было создано само произведение. Своеобразной традицией нашей выставки стало то, что на каждой из них экспонируется какая-то работа из школьного учебника. А в этом году у нас такой работой является картина «Мать партизана» Сергея Герасимова. Знаменитое произведение, которое в свое время произвело на всех очень глубокое впечатление и продолжают до сих пор его производить. Это не сама большая работа, которая находится в Третьяковской галерее. Это вариант из собрания Государственного музея современной истории России. Но, тем не менее, она тоже очень хорошо сделана. Она даже может быть еще живее, чем такая выверенная, точная, хорошо прописанная работа из Третьяковки. Работа Гелия Коржева «Последние» – это уже не война, это уже послевоенный период. Но это настолько трагическое произведение, что мы решили поместить ее все-таки в этом контексте и в этом разделе. Она посвящена ветеранам, которые уходят из жизни на протяжении последних послевоенных лет. Это 1985-1993 год, когда уже не так много ветеранов осталось. И здесь мы видим прощание, вот красный гроб, друзья и вдова, закрывшие лицо рукой. Гелию Коржеву вообще было свойственно трагическое мировосприятие действительности. Но в период 90-х годов с его драматическими коллизиями оно настигло совершенно небывалого накала. Тут также очень выразительна фигура самой женщины, закрывшей лицо рукой. Надо сказать, что этот образ преследовал художника на протяжении многих лет. Первый раз он появляется на этюде 1966 года, который находится сейчас в Тульском художественном музее. Собственно говоря, это не этюд, а законченное произведение, хотя формально оно было написано для картины «Мать». Сама картина, написанная чуть позже, большая и очень драматическая, находится в Ульяновском художественном музее. Там немножко фигура повернута по-другому. Но здесь в 90-е годы он опять возвращается именно к этой фигуре. Женщина, закрывшая лицо рукой в неутешном горе. От драматических событий военного периода мы перешли к событиям послевоенным. И здесь главное доминирующее начало – это счастье мирной жизни. Здесь оно показано на разных работах разных авторов. И начиная с начала, мы обращаемся к работе художника Салам Заде, на котором изображено семейство нефтяников, наблюдающее «Салют Победы». Это работа 1949 года. Интересно, что недаром выбрано семейство нефтяников, поскольку война велась не только за территории, но и за ресурсы. Нефть была одним из главных ресурсов, к которому стремились фашистские захватчики. И слава Богу, что до этого удалось их не допустить. На каждой выставке мы показываем работы из собрания музея-заповедника Царицына. Как правило, это мелкая пластика из фарфора. И в этом году мы тоже показываем такие работы. Трудно было найти работы фарфора, посвященной военной теме, но тем не менее удалось. Здесь у нас работы Алексея Ситникова, замечательного мастера, которому было подвластно практически все, в том числе и, казалось бы, такие драматические темы. Здесь у нас несколько работ военного времени и послевоенной. И замечательная композиция «Гарнисты», которая тоже нам показывает радость победы. И она недаром находится рядом с картиной «Салам Заде», а неудивительно соответствует друг другу по какому-то такому немного наивному мировосприятию и такой замечательной, мелкой, тщательной проработке деталей. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на две замечательные работы, центральные в этой экспозиции. Это работа «За победу» Ефремова и Аркадия Пластова «Солнышко». Прежде всего «За победу». Она, собственно говоря, по теме перекликается с работой «Салам Заде», но написана в 60-е годы совершенно в другой манере. И здесь для художника было важно передать одновременно ощущение праздника, который виден и в ярких цветах, и в развивающихся белых занавесках, и в общем каком-то приподнятом настроении, которым пронизана вся работа. И в то же время трагизм, и горечь об погибших. Потому что, посмотрите внимательно, все радуются, но вот этот вот молодой, красивый мужчина, он единственный оставшийся в живых в этой семье. И здесь мы видим вдову и мать, которые оплакивают ушедших. Очень интересно, что эта работа написана в 68-м году. В 68-м году Виктор Попков написал свою знаменитую «Северную песню», которая посвящена примерно той же теме. Она показывает вдов, которые остались одни после войны. В северных деревнях это было довольно частое явление. И Виктор Попков вынес эту тему из своей поездки по северным деревням. Совершенно другие задачи ставил перед собой художник Аркадий Пластов. Главным в его работе было выразить чувство безмятежного, абсолютного, ничем не замутненного счастья. Работа называется «Солнышко». Солнышко – это не только то солнце, которое светит в глаза женщине, лежащей на земле, но и она сама, и ребенок, которого она держит на руках, это то самое солнышко, которое озаряет весь мир вокруг себя. Картина написана изумительно виртуозно. Голубые тени, падающие на фигуру, они еще больше подчеркивают вот ту светящуюся энергию, которая исходит от фигуры женщины. Мы завершаем нашу экскурсию работами победителей конкурса «Семья, душа России». Гранд-при получил произведение художника Андрея Подшивалова моему прадеду 25 лет. Рядом работа Сергея Некрасова «День памяти». И она получила первую премию. Вторая премия – это картина Дмитрия Мясникова, где изображена семья Григория Мелехова из романа Шолохова «Тихий дон». И третья, посмотрите внимательно, эта картина у нас висит на темной, на драматической стене. Называется она «Несение креста». Работа как неожиданно актуальна для наших дней, хотя она была написана в прошлом году. В прошлом году это было просто изображение нелегкого труда врачей, а теперь она приобретает особое значение.